Целой площади мало. Тысячи щековцев пришли на площадь Пушкина, Центрального дворца культуры, чтобы принять участие в народной акции «Бессмертный полк». Они держат в руках фотографии дедов и прадедов, чтобы пройтись с ними по улицам города. Каждая семья хранит память о Великой Отечественной войне в письмах и фотографиях. Это память. Не могу больше ничего не могу сказать. Это счастье для нас, что у нас есть мирное небо над головой. Спасибо нашим дедам, прадедам. Всем огромное спасибо. Низкий поклон. Щелковцы пришли на шествие в приподнятом настроении. Особенно много было детей. Это мой прадедушка. Дедушка Коля. Я знаю, что он был на войне. Впереди «Бессмертного полка» легендарная полуторка, на которой красноармейцы прошли всю войну и на фронте, и в тылу. В единой колонии. Руководство округа во главе с Андреем Булгаковым, депутаты Государственной думы и Мособлдумы. Море людей хлынуло по широкой улице Парковой к площади Ленина. Участники шествия, наряду с фотографиями своих родственников, сражавшихся в 1941-1945 годах, несли государственные флаги России, знамена победы. Многих переполняли эмоциям. Я вышла на «Бессмертный полк» со своим дедом. Это мой дядя. Это отец мой. Это свекор. Дед на Курской дуге пропал без вести. Дядя в Наршевском направлении где-то погиб. Папа дожил больше 60 лет. И свекор тоже. Это мой прадед. Он ушел в войну в 1941 году добровольцем из Матищинского района и дошел до Кёнигсберга. Пехотинец? Да, пехотинец. Награжден орденом за отвагу. Имеет много наград, грамот, но награда одна только, боевая. Назовите его фамилию. Масников Дмитрий Васильевич. Участники «Бессмертного полка» кричали «Ура! Победе!» Пели фронтовые песни. По пути следования людскую колонну из окон домов приветствовали щелковцы. На аллее памяти участники акции подошли к вечному огню. Глава городского округа Андрей Булгаков и двое его сыновей возложили цветы. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, люди вышли на шествие по зову сердца. Как и 77 лет назад, щелковцы проявили единство. Память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне священно. Продолжение следует...